Мои дорогие, у нас с Настей приближается потрясающий день, 13-летие 16 числа. И вы знаете, в этот день мне бы хотелось, конечно, каким-то образом вспомнить людей, которые нам помогали. Естественно, мне на протяжении этого времени помогала и мама, и мама. Мама и мама. Да, больше никто не помогал. Мы жили, у нас были очень большие сложности, я лежал месяцами, ну, в общем, трудно было. Настя тоже не лучшим образом, так сказать, себя чувствовала. Вот, велись дневники и так далее. Нормально, да? Все, это ответственное видео, поэтому я так внимательно пытаюсь сконцентрироваться на том, что это самое. Но, сколько лет тому назад, как моя мать умерла? Уже больше семей. Да, но семь лет тому назад мама умерла, она нам помогала из Израиля, иногда присылала деньги и так далее, и так далее. На этом мама умерла, вы понимаете, да? И мы, так сказать, остались вообще, у Насти родственников нету и вообще. Да. Ну и вот, ну, гребем, гребем, работаем, лежим, страдаем. Я не говорю, что не за что было пожрать, конечно, я не говорю. Покушать было, на что, каким-то образом. А я пенсию начал тогда уже получать? Нет, я тогда еще не начал получать пенсию. Короче говоря, моя мама умерла. Моя доблестная тетя Наташа забрала все, что у нее было в ее комнате. Но дело все заключается в том, что жила она вместе в достаточно хорошей квартире, в Хадере, в Израиле, с женщиной. Я не знаю даже, как правильно, стоит ли называть имя, потому что у этой женщины есть еще родственники. Настя вот говорит, что, Настя говорит, что не надо этого делать. Но я вам говорю сейчас чистую правду, как оно, в общем-то, все было. А веду это к тому, что если вы занимаетесь каким-то таким серьезным, важным делом, то вам всегда верхние силы будут помогать к этому веду. Ну, в общем, пришла моя тетя. Даже плед из-под женщины 82-летней, она моя тетя Наташа. Это ее имя я буду постоянно говорить, моя тетя Наташа. Не было у мамы бриллиантов там, чтобы я сейчас говорил, что это сам. Нет, были какие-то фотографии, какое-то золото микроскопическое. Все это, так сказать, было конфисковано тетей Наташей. Вот. Ну, в общем-то, и все. Другая моя тетя, находящаяся в Германии, сообщила мне, что у меня, наверное, есть весомые причины не приехать к маме на похороны. Причем в Израиле хоронят очень быстро, чуть ли не в этот день, да, или в следующий. Ну, так было, да? В тот же день похоронили. Настя говорит, Настя у меня помнит абсолютно все. Вот. Маму похоронили. Я никак не то, что не мог выехать. У меня даже зарубежного паспорта нет. И по сей день у нас с Настей нет зарубежного паспорта. Вот. У нас нет времени на разъезды. Ну, и все. Связь с родственниками вообще пропала. Никто мне не звонил. Никто ничего не это самое. И первый раз нам позвонила эта женщина, которая жила вместе с мамой, пережила наезд вот этой вот и мародерство моей тети Наташи. Вот. Да. И эта женщина, как это было, восьмого, да, перед восьмым? Через полгода после снятия, мама, в ваш день рождения. Да, вот Настя говорит, через полгода, в мой день рождения, она мне позвонила и сказала, рассказала эту историю, что, во-первых, все, так сказать, там были какие-то мои документы. Ну, не важно. Но при этом поздравила меня с днем рождения и сообщила, я эту женщину видел два раза в своей жизни вообще. Два раза. Что мама, моя мама оставила ей тысячу долларов, так она сказала, да? Тысячу долларов. И она мне их присылает. Я не говорю о том, что, ну, благородный поступок, да, если вам оставили деньги. Но что-то у меня есть какое-то теперь подозрение о том, что ничего моя мама не оставляла ей. А она просто решила вот в память, так сказать, о том, что она жила с моей матерью, да, прислать мне деньги. Это огромная сумма для нас была. Это вообще, это был такой пир горой. И это самое... Да. Ну, вот ты, вы представляете, да? Вот не с того, с чужой человеком, с чужой, чужой, не родственник, чужой человек из другой страны по вестерну присылает тысячу долларов, десять бумажек по сто долларов. Ёпсель-мопсель, это вообще, это нечто было. Окей? Вы думаете, это все? Хм, это только начало. Дело в том, что еще через четыре месяца она присылает опять нам 300 долларов. Она звонит и говорит, Аркадий, как дела? Я говорю, да, я все в голове прокручиваю имя, понимаете? И я говорю, да, большое спасибо тебе, драгоценная, там, трам-парам-пам-пам. И тут она мне говорит, ты знаешь, запиши, пожалуйста, цифры. Я говорю, какие цифры? Вестерна, я выслала тебе, то есть это уже факт, понимаете, да? Она выслала, и мне говорит о том, чтобы я записал цифры, что она выслала мне деньги. У меня начинают шевелиться волосы, или там, я не знаю, что у меня шевелится, да, и мы опять получаем 300 долларов. И знаете, мои дорогие, так продолжалось до, вот, чуть ли не последнего года, да? Сколько лет? Ну, еще на Новый год она присылала. Да. 5 или 6 лет. 5 или 6 лет эта женщина помогала мне абсолютно, хочется сказать, сука, чужому человеку, понимаете, да? Но мои родственники, ни один, вообще даже не позвонил, у меня не бедные родственники, даже не позвонил и не узнал. Чужой человек, чужой человек, много лет, отрывая от своих родственников, которым она тоже помогала, да? Экономит деньги. Она помогала мне, чужому человеку. Это, это Божье какое-то проведение. Это, я не знаю, что, это вообще даже, это необъяснимо. Я усматриваю в этом как какую-то помощь в связи с тем, что мы занимаемся духовными вопросами, что мы занимаемся какими-то важными, так сказать, физическими вопросами. Поэтому, если вы думаете, что ангелов-хранителей не существует, вы ошибаетесь. Я делаю это видео, я не сентиментальный человек, даже Настя у меня не сентиментальная. Но я делаю это видео, потому что я думаю, что может быть где-то там, сейчас, она меня слышит. И мне бы хотелось, чтобы она знала, что мы ценим и любим ее. На сегодня все.